Россия. Недалекое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бывший офицер спецназа, перешедший в свое время на службу в наркоконтроль. Наркоторговцы убили его жену и единственного ребенка. И хотя он жестоко расправился с убийцами, Антон потерял мотивацию к честной службе. Сергей, 30 лет. Молодой напарник Антона. Бывший спортсмен. Он вынужден выступать в подпольных боях без правил, чтобы заработать деньги на дорогое лекарство для своей матери, страдающей от редкой болезни. Во время прослушивания переговоров мафии, Антон и Сергей записывают важную информацию и неожиданно попадают под удар полиции и ФСБ, объявивших Антона и Сергея вне закона. Пытаясь разобраться в происходящем, они обращаются к своим контактам в преступном мире, но бандиты присоединяются к охоте на Антона и Сергея. Ситуация еще более осложняется, когда на сцене появляется отряд латиноамериканских наемников, выполняющих тайную миссию. Антон и Сергей решают ограбить наркомафию, чтобы потратить половину денег на свой побег из страны, а вторую половину оставить подруге Антона Ольге и ее сыну, а также больной матери Сергея. В перестрелке с наркоторговцами Антон смертельно ранит бандита по кличке Бабушка, который оказывается его другом детства. Перед смертью бабушка просит Антона позаботиться об оставшемся у него сыне. Неохотно Антон дает в этом умирающему бандиту свое слово. Объявленных вне закона наркополицейских преследует майор московского уголовного розыска Юрий. Он приходит к выводу, что обвинения против Антона и Сергея сфабрикованы. Его подозрения усиливаются, когда дело передают под контроль Константина, полковника ФСБ. Антон и Сергей посылают Юрию запись, из-за которой все началось. Юрий узнает голос Константина, обсуждающего начало полномасштабных поставок на мировой рынок наркотика «Розовая мечта» как часть глобальной тайной операции российских спецслужб по перехвату контроля за международным наркотрафиком УЦРУ. Антон и Сергей приходят забрать сына бабушки и попадают в засаду, устроенную латиноамериканскими наемниками под командованием Константина. В финальной дуэли Антон и Константин убивают друг друга. Юрий прибывает как раз вовремя для того, чтобы арестовать и спасти Сергея. Субтитры создавал DimaTorzok